Дружба через спорт. Военные игры уже через неделю. Последние нюансы подготовки обсудили на городском штабе. Сочинские футболисты получат сразу несколько стадионов и отдельную спортшколу номер 10. Она объединит спортсменов всех возрастов. Константин Хабенский провел мастер-класс для юных сочинцев и оценил, какая она детская мечта. Дом у моря через призму художника. В Сочи открылась юбилейная выставка Владимира Переверзева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трагедия в музыкальном микрорайоне Краснодара показала, что незаконное строительство представляет реальную угрозу для жизни людей. Напомню, накануне в Краснодаре на улице Прокофьева загорелся многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали, однако без погибших не обошлось. В ходе тушения пожара было обнаружено тело одного из жильцов. Его личность устанавливается. К слову, здание было самовольно возведено в 2010 году, а в 2011 узаконено судебным решением. И вчера во время ЧП пожарным машинам было сложно подъехать к месту возгорания. Борьба с самостроями в Краснодарском крае – одна из первоочередных задач, которая стоит перед всеми уровнями власти. За самостроение необходимо жестко наказывать всех, кто причастен к их появлению, считает губернатор края. Там, где самострои, компромиссов со стороны власти быть не может, потому что слишком дорогая цена этого компромисса. И сегодня дом, который сгорел, точнее его верхние этажи, это и есть как раз последствия где-то той слабости власти, когда эти самострои были построены, а самое главное – узаконены. И вот сегодня за это, за эту слабость рассчитываются люди. Моя позиция и позиция муниципальной власти в крае сегодня однозначна. Все, кто сегодня возводит самострои, и все те, кто помогает им их узаканивать, должны нести жесткую и неотвратимую ответственность. В противном случае вот эту разгулявшуюся волну самостроя нам никогда не остановить. Еще на первом градостроительном совете, который провел Вениамин Кондратьев, он потребовал бескомпромиссно бороться с незаконными домами. Заработали больше, чем рассчитывали. В консолидированный бюджет Кубани за прошлый год поступило 230 миллиардов рублей. Сверхприбыль от этой суммы направят на увеличение социальных программ. Об этом заявил губернатор края на сессии в Законодательном собрании региона. Депутаты одобрили поправки в бюджет текущего года. На что пойдут заработанные деньги, знают наши краснодарские коллеги. Финансовые комитеты предполагают, а бюджет располагает. Это доказывают итоги прошлого года. Доходы в краевую казну превысили изначальный план на 10 миллиардов рублей. Таким образом, консолидированный бюджет заработал 230 миллиардов рублей. И это не просто везение, а результат пересмотренной финансовой и экономической политики края, обращается к депутатам Вениамин Кондратьев. Мы сумели все-таки мобилизовать ресурсы и обеспечить тот самый экономический рост, который нам дает ту самую экономическую стабильность, коллеги, и социальную стабильность. Сегодня редкий субъект Российской Федерации может такими результатами похвастаться. Это вот всем, кто пытается что-то анализировать или рассуждать. У нас достаточно много сейчас в преддверии выборов в ЗСК табуреточных аналитиков появляется. Которые даже смс-ки, которые рассылаются, не подписывают. И объявления, которые они вешают, тоже без подписи. Потому что боятся выйти к людям, к народу и сказать о чем-то. Потому что им важно подорвать или расшатать то, что сегодня мы имеем. Не неся за это никакой ответственности, не получится. Бюджетную сверхприбыль в том числе направят на выполнение государственных программ. Поправки в бюджет на текущий год парламентарий одобрили в первом чтении. Увеличивается финансирование большинства социальных программ. Сфера здравоохранения дополнительно получит почти 2 миллиарда рублей. Насос в поддержку жителей региона добавят еще миллиард. Сверху почти полмиллиона рублей дадут на развитие образования. Прибавку получит и дорожный фонд более 4 миллиардов рублей. Таким образом, все расходы на содержание дорог превысят 23 миллиарда рублей. Львиная доля пойдет на ремонт и реконструкцию региональных трасс почти 18,5 миллиардов рублей. Около 3 миллиардов направят на муниципальные дороги. И практически 2 миллиарда рублей получит Краснодар. Благоустройство краевой столицы должно быть органично вписано в рамки имеющегося бюджета. Это не всегда удавалось сделать по программе Краснодару столичный облик, напоминает губернатор. Сейчас она приостановлена, но не потому, что решили отказаться от облагораживания города. Должен быть хозяйский подход у тех, кто Краснодару столичный облик делает. Вот и все. И здесь программу эту приостановили, а не лишили. Мы лишили заработка тех, кто привык зарабатывать на столичном облике Краснодара. Кто плитки три раза перекладывает и дороги там, где их не нужно прокладывать. Они уже там проложены в Краснодаре. И потому что центр все мы лелеем. А как насчет столичного облика тех, кто живет в пригороде Краснодара или на окраине Краснодара, или в микроионах Краснодара. Да мне вообще все и для нас, я уверен, жители края одинаковые, что в Краснодаре, что в Сочи, что в Курганинске. И когда мы что-то предлагаем, что-то рекомендуем, советуем, давайте понимать, что это должно быть не просто совет без подписи. Это должна быть конкретная инициатива с лицом, который встает и предлагает вот такое решение, вот такой алгоритм с фамилией, именем и отчеством. И готов внести ответственность за тот алгоритм, который он предлагает. Все вопросы, которые принимаются в Краснодарском крае, касающиеся финансовых ресурсов и так далее, они рассматриваются и принимаются предельно открыто. Все мы заинтересованы в том, чтобы и экономика развивалась, и средства использовались эффективно. Эффективный подход должен быть и в обслуживании госдолга Краснодарского края. На Кубани удалось остановить рост суммы по денежным обязательствам. В Комитете по финансово-бюджетной политике ЗАГС Собрания уверены, регион и дальше способен не наращивать долги. Мы пошли с федералами на реструктуризацию до 1932 года долгу по федеральному кредиту. Обещает нам Министерство финансов заместить коммерческие кредиты из бюджета федералов. Это даст серьезное и очень солидное снижение затрат на обслуживание этих долгов. И, соответственно, высвободившие средства уже в перспективе можно направлять на погашение госдолга. С учетом поправок в бюджет, которые предложил Краевой Минфин, доходы казны в этом году увеличатся на 17 миллиардов рублей. А это значит, что регион научился зарабатывать то, к чему призывал губернатор все уровни власти. В Сочи в ближайшие сутки ожидается сильный ветер. Местами порывы до 15 метров в секунду в горах до 18. Горожан и гостей курорта просят быть внимательными и осторожными. К другим новостям. Дружба через спорт. Девиц всемирных военных игр сочинцы должны оценить уже менее чем через неделю. Как они пройдут, зависит в том числе и от грамотной организации. Сегодня в Олимпийском парке состояло заседание городского штаба по подготовке к играм. Встреча участников, их размещение, транспортная логистика, питание, культурная программа. Эти и многие другие нюансы крайне важны при проведении крупных международных мероприятий. У Сочи есть неоценимый опыт, наработанный еще во время Олимпиады. Здесь фактически уже идет отработка деталей и культурная программа, потому что событие не только спортивное, а событие будет достаточно ярким. В том числе и мы надеемся, что и жители города, и гости нашего города смогут увидеть такое необычное явление, как всемирные военные игры. По большому счету надо понимать, что это очень серьезная спортивная составляющая. Военные участвуют практически во всех играх, и Олимпийских играх, и других более значимых мероприятиях. Для жителей города подготовлена большая культурная программа с привлечением звезд эстрады. Они будут выступать на медальных церемониях. Как зарабатываются эти самые медали, сочинцы и гости города тоже смогут посмотреть абсолютно бесплатно. Только в горном кластере для подъема на биатлонный комплекс и старта других дисциплин необходимо самостоятельно приобрести скипас. Плата не такая уж большая, учитывая звездный состав сборных. В основном это 70-80% членов национальных сборных своих стран, в том числе и сборных нашей страны. Поэтому борьба спортивная будет довольно захватывающаяся. По некоторым видам спорта это будет дублирование чемпионатов мира. К примеру, костяк российской команды по биатлону составляют чемпион Европы Эдуард Латыпов, чемпионы мира по летнему биатлону Петр Пащенко и Галина Нечкасова, чемпионка Европы Анастасия Загоруйко и чемпионка Европы среди юниоров Ульяна Кайшева. Также намечены состязания в скельпинизме, шортреке, ориентировании на лыжах, скалолазании. 20 февраля состоится презентация медалей Всемирных военных игр, а также формы, в которой выступят российские спортсмены. Они намерены завоевать на домашнем турнире как можно больше наград. К слову, наша сборная на военных играх еще ни разу не опускалась ниже четвертого места. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Сочинские футболисты в свое распоряжение получат сразу несколько стадионов. Спортсмены унаследуют от Мундиаля два тренировочных поля в Адлерском районе. В 2018 начнется строительство арены на Мацесте. В будущем планируется реконструировать стадион в Краево-Армянском. И будет где погонять мяч и в Красной Поляне. О грандиозных футбольных планах рассказали накануне на совещании призаместители главы Сочи. Сочинских футболистов ждут перемены. Главное из них, чтобы и дальше развивать свой вид спорта, они должны объединиться. Дети, юноши, взрослые ветераны, любители и профессионалы теперь будут играть по правилам спортивной школы номер 10. Об этом футбольную общественность известили на совещании в администрации. Сегодня мы, к сожалению, также имеем разобщенность футбола в городе Сочи. И не во всех моментах мы друг друга слышим, друг друга понимаем. Для этого было принято такое радикальное решение, для того, чтобы все было сконцентрировано в одной точке. В обязанностях спортивной школы номер 10 – введение документа оборота, распоряжение материально-технической базы и организация соревнований. Последнее даже на руку футболистам. Теперь аренда полей и приобретение наградного материала будут производиться за городской счет. Теперь все первенства, все официальные соревнования, чемпионаты будут проходить только лишь на базе этого спортивной школы. И уверен, что только это поможет нам объединить всех футболистов города Сочи. Мы можем понять теперь, выбрать лучших футболистов, создать единую сборную команду города Сочи. Она в свою очередь сможет участвовать в дубле футбольного клуба Сочи. А это пропуск для юных игроков в профессиональный спорт. Да и футбольный клуб теперь может рассчитывать на подготовленные кадры. Ну и самая хорошая новость – сочинские игроки получат новые футбольные поля. В этом году, благодаря главе города Сочи, мы вошли в программу федеральную, по которой строятся поля. И в городе Сочи в следующем году начнется строительство футбольного поля с искусственным покрытием на аллее Челтенхема. Новое поле уже и на карту нанесли. Его размер 105 на 68 метров. Но это далеко не единственная площадка, которую получат в распоряжение сочинские футболисты. Школе номер 10 в этом году будет передан стадион в Красной Поляне, а также две тренировочные арены в Адлерском районе. Но это уже после чемпионата мира. Кроме того, в ближайшем будущем планируется реконструировать стадион в Краево-Армянском. Рината Шипулина, телекомпания ФКТ. И продолжаем. Поспешил. И вот результат. В Дагомысе накануне произошло ДТП. На съемке с камеры видеонаблюдения хорошо заметно, как водитель автомобиля скорой помощи совершает поворот с Батумского шоссе на улицу Армавирская. Однако он не уступил дорогу иномарке, двигавшейся по главной дороге. Как итог – две поврежденных машины. В Сочи сегодня сбили пешехода. ДТП произошло утром в 8.45 на улице Армавирской. По предварительным данным, 33-летний водитель Рену Логан допустил наезд на 61-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Хотя недалеко был пешеходный переход. Пострадавшего госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. К другим новостям. В администрации Центрального района состоялась встреча представителей общественных и инвалидных организаций. Речь шла о подготовке ко Дню воинской славы и к 9 мая. Встречу с ветеранами провела заместитель главы города Ирина Романец. Она поблагодарила собравшихся за участие в различных городских мероприятиях. Представители общественных организаций сегодня обсуждали темы ближайших праздников. Для них и День воинской славы, и День победы имеют большое значение. Поэтому каждый мог предложить свой формат проведения в Сочи главных праздников страны. Кроме торжеств, обсудили и будни, а именно социальные вопросы. У нас каждый месяц в Центральном районе рабочие встречи с председателями и активом общественных организаций всегда проводятся. И они с большим удовольствием приходят, потому что мы на эти встречи приглашаем представителей соцзащиты, пенсионного фонда, центра занятости, фонда социального страхования. И они их знакомят и всегда сообщают им те изменения, которые происходят у нас в законодательстве. Только в Центральном районе Сочи действуют 9 ветеранских и инвалидных организаций, а это порядка 15 тысяч человек. Какие вакансии предлагает сегодня рынок труда курорта, узнали студенты и выпускники Сочинского института РУДН на встрече с руководителями ведущих предприятий города. Проект реализуется по инициативе главы Сочи. Координатором сегодняшней встречи выступила заместитель главы Ирина Романец, которая порекомендовала работодателям рассматривать в первую очередь резюме жителей города, в том числе и молодых специалистов. Студенты Сочинского института РУДН сегодня получили возможность понять, в каких сферах востребованы те или иные специальности и какие условия готовы предложить работодатели молодым специалистам. Работа, которая сегодня предлагается нашими работодателями, нашим студентам, она очень интересна, это как раз та работа, где можно построить карьеру. Суть этих встреч, чтобы те предприятия, которые строят здесь бизнес и выстраивают свои бизнес-концепции, чтобы ориентирование было на наших сочинских студентов, на наших сочинских жителей. Большинство предприятий города Сочи различных сфер деятельности заинтересованы в молодых специалистах, выпускниках Сочинского института РУДН и предлагают им последовательный путь построения карьеры от прохождения практики до трудоустройства. Для нас, наши работодатели, это партнеры в нашей научно-образовательном производственном процессе. Практика, очень конкретная работа по учебным проектам и планам и адаптация на рабочем месте. Вот три таких основных позиции, которые мы всегда держим под своим контролем. Работодатели, в свою очередь, заинтересованы в молодых специалистах и готовы предложить им достойные условия труда. В рамках презентации они представили подробную информацию о своих компаниях, наличии вакансий и требованиях к соискателям, а также ответили на интересующие студентов вопросы. Мы испытываем кадровый голод. И мне иной раз приходится со всей России искать специалистов. И те специалисты, которых я с собой привез из Москвы, которые приехали из Новосибирска, они сейчас заинтересованы отдать молодому поколению свои знания. Поэтому нам это очень нужно, чтобы приходили студенты и лучших мы отбирали себе на работу. Об условиях работы, вакансиях и заработной плате сегодня студентам рассказали представители курортов «Роза Хутор» и «Горкий город», казино, сети отелей, «Красные поляны», «Сочи парка», «Фонда талант и успех». Участие в ярмарке вакансий также приняли сотрудники МФЦ города, медицинской лаборатории «Оптимум» и «Природного орнитологического парка». И, судя по их отзывам, у выпускников Сочинского института РУДН есть все шансы стать частью дружной команды каждого из предприятий. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Школа правовых знаний открылась сегодня в первой сочинской гимназии. В рамках Олимпиады прокуроры, следователи и юристы проверяли грамотность старшеклассников в области уголовного, административного и конституционного права. К большому миру юридических знаний школьников приобщали в форуме интерактивной игры. Девять команд старшеклассников гимназии номер один сегодня стали первыми участниками первой Олимпиады Школы правовых знаний. Особенность интеллектуального состязания в том, что тестируют ребят настоящие практики, представители правоохранительных органов города. Для выпускников, уверены педагоги, это бесценный опыт. Люди взрослые, люди, получившие паспорта, люди, которые должны знать и владеть правовыми знаниями. И сегодня я надеюсь, что они выступят очень достойно и покажут те знания, которые приобретают на таких предметах, как общество знания, история. И это им понадобится в жизни всегда. Оказались среди участников Школы правовых знаний и те выпускники, которые решили связать свое будущее с юриспруденцией. Для них данное мероприятие – репетиция перед ЕГЭ. Само по себе право, большое по масштабу, обладает огромным количеством информации. И однозначно все знать невозможно. И что-то новое для себя я, конечно же, узнаю сегодня. У нас представители Следственного комитета и прокуратуры. И я непременно думаю задать им какие-то вопросы, потому что это удивительная возможность, которой можно воспользоваться, не выходя из школы. Начали испытания с проверки знаний Уголовного кодекса Российской Федерации. Использовать гаджеты ребятам запретили. За подсказки – дисквалификация. В помощь лишь сами статьи Уголовного кодекса в печатном виде. А еще представители Сучинского университета юстиции напомнили несовершеннолетним, какие конституционные права им предоставлены, что такое закон и что им может грозить за его нарушение. Именно здесь те, кто так называемые субъекты. Мы немножко поможем им приоткрыть эту большую книгу законов, помочь им стать более воспитанными в области права, поднять уровень их правосознания. То есть цели у нас глобальные. Это сегодня первое мероприятие такого масштаба. У нас 9 команд – 9, 10 и 11 классов. И я надеюсь, что в городе Сочи мы проведем еще много мероприятий в разных школах. И по итогам будет городское мероприятие. Проверка эрудиции прошла на отлично. Задания вызвали оживленные дискуссии и даже эмоциональные споры. Команда-победитель будет представлять гимназию на районном этапе Олимпиады Школы правовых знаний. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи сегодня сыграли 6 казачьих свадеб. Провели их в 10-й школе в рамках городского конкурса на лучший казачий класс. Один из этапов этого состязания – это традиции кубанского казачества. И из школы был выбран свадебный обряд. Спортивный зал 10-й казачьей школы сегодня превратился в маленькую атамань. Здесь целое подворье, в котором быт и уклад жизни казачьих семей. Даже живой кролик и курица есть. Все это декорации к свадебным обрядам. Настоящие казачьи свадьбы здесь сегодня играли в рамках городского конкурса на лучший казачий класс. Один из этапов которого – показать традиции кубанского казачества. Школа выбрала свадебный обряд как один из самых ярких. Все традиции у нас зародились в 18 веке, я уже говорил. Для Астаницы это был целый праздник. Начинался со сватовства, приходили свататься. И потом пошли прощания с невестой. Потом у нас с вами концовка будет, это повивание невесты должно быть. Какую часть свадебной церемонии показать – сватовство, застолье, выкуп, рукобитие – каждый из классов решал сам. Было видно, дети к заданию подошли ответственно и тщательно изучили вопрос. Мне показать, что упало на прямую линию, меня делать переводить на свою фамилию. Сегодня свои постановки показала начальная школа. Сыграли шесть свадеб. Завтра свой вариант казачьей свадьбы представят старшеклассники. Ну а лучшие их выберут жюри, в составе которого настоящие казаки, будут представлять Сочи уже на краевом этапе конкурсов в Краснодаре. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Константин Хабенский дал мастер-класс юным сочинцам. Он прошел в студии творческого развития, которую народный артист открыл на курорте год назад. Это вторая его встреча с воспитанниками. Открытый урок Хабенского, конечно же, для самих ребят событие. Приезжает он нечасто, поэтому пропустить мастер-класс никто не отважился. Более того, к нему подготовились, представили проект под названием «Мечта». Мы решили все-таки своими силами добраться до небес и исполнить свои мечты. Взяли волшебную стремянку, которую никто не увидел. Вскрыли второе небо и закинули наши шпаки. Но сначала мы спасли мечты остальных жителей, а потом эти жители помогли нам. Поначалу это было очень сложно, но потом, когда ты вникаешь в процесс, понимаешь уже, что ты делаешь, о чем ты рассказываешь людям, уже становится намного проще. Сам Хабенский считает совсем необязательным давать им какие-то профессиональные навыки, хотя был и творческий разбор после просмотра. Я хочу, чтобы они вытащили из себя все то, что так стараются усердно спрятать, говорит артист. Только из этих вот шуток, игр, дурачеств может родиться какая-то интересная нота, интересная мысль, которую можно донести. Потому что нет ничего хуже, чем серьезно драматически переживающий ребенок на сцене. Такие занятия с детьми бесценно считает начальник Сочинского управления по образованию и науке. Это работа для души, творческая, для того, чтобы ты стал личностью, чтобы ты умел коммуницировать, чтобы ты нашел друзей, чтобы ты нашел дело, которым тебе интересно заниматься и которое, возможно, не сделает тебя никогда актером, но ты сможешь достичь в жизни. И сегодня же Хабенский объявил о проведении летом в оздоровительном комплексе Дагомыс и Российского фестиваля «Оперение-2017». В нем примут участие воспитанники творческих студий из 11 городов России, которые и продемонстрируют актерам и режиссерам российских театров то, чему научились за этот год. Кроме того, состоятся встречи со звездами, музыкально-пластические и поэтические импровизации, флэш-мобы. В Сочи сегодня открылась юбилейная выставка Владимира Переверзева «Дом у моря». В прошлом году художнику исполнилось 50. Нынешняя экспозиция наиболее ярко отражает его творческие искания. Владимир Переверзев родился в Сочи, здесь же живет и работает. С 97-го года является членом Союза художников России. Его произведения находятся в частных коллекциях России, Европы и Америки, а также в коллекциях российских музеев и арт-галерей. В своих картинах он близок к постмодернизму с большим акцентом символизм. Полотна у Владимира Переверзева с одной стороны сложные, с другой в них есть ясность, свобода и четкость. Это как пластическая импровизация. На выставке представлено около 30 картин. В них художник полагался не только на мастерство исполнения, но и на свойства материалов, с которым работает. Фактура холста, смесь красок. Самостоятельно оценить творчество Владимира Переверзева можно в арт-медиа-центре «Родина». Сочи примет чемпионат мира по керлингу среди слабослышащих. Соревнования пройдут на курорте с 5 по 12 марта. Турнир состоится под эгидой Международного комитета спорта глухих и Сурдолимпийского комитета России. Ожидается, что в чемпионате примут участие 19 мужских и женских команд из Венгрии, Канады, Китая, Польши, России, США, Словакии, Украины, Хорватии, Швейцарии, Южной Кореи и Японии. Российскую сборную представят 10 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Краснодарского края. Сочинец стал одним из лучших по стрельбе из лука в стране. Спортсмен Сочинского центра олимпийской подготовки номер 2 Роман Половинко занял третье место на первенстве России по стрельбе из лука в категории «Классический лук» среди юниоров. Турнир сейчас проходит в городе «Орел». Тренирует спортсмена Елена Бондарук. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнали Симон.